Я сейчас, девчонки, вернулась с гулянки с младшим сыном, и мне очень захотелось поделиться с вами своей историей. Почему-то вот я гуляла, и мне так в голову пришла идея, я так побежала домой, хочу, думаю, хочу вот об этом рассказать. Не знаю, насколько всё это длинное получится, если будет очень длинное, сделаю отдельным видео. Если не очень, ставлю в конец этого видео, которое сейчас снимаю. Мы сейчас вернулись с сыном с гулянки, он у меня не спит, он там лежит играть, поэтому, может быть, его слышно. Вот, а я хочу с вами поделиться своей историей. В прошлом видео я сказала о том, что стать мамой в 18 лет было моим осознанным решением, я как бы к этому ушла, и этого очень сильно хотела. Вот, и потом я хотела стать именно, чтобы у меня был не один ребёнок, а хотя бы два. В 23 года я стала многодетной мамой, и мне в комментариях попросили поделиться моей историей, рассказать, почему так произошло, почему я хотела, как я решилась на второго ребёнка. В общем, давайте поделюсь этим. Как раз вот шла по улице домой и думала, пыталась мысли в кучу собрать, думаю, как вам всё это рассказать. Вот, и давайте постараюсь кратко, но посмотрим, потому что, знаете, я болтать очень сильно люблю, мне это очень мешает по жизни, вот, ну, ничего с собой поделать не могу. Значит, стать мамой в 18 лет было моим осознанным решением. В прошлом видео я рассказывала, что мы в 16 лет познакомились с мужем, и как бы, ну, там даже вопросами стало. Я ему сказала, что вот я как бы... Муж меня поддержал, он, как оказалось, он тоже этого хотел, вот, и в два... Вот, и на то были... Я сказала, что на то были причины. Вот, первая причина — это связано со здоровьем, а вторая — с моим, как бы, я не знаю, характером, укладом на жизни. В общем, давайте начнём с той причины, которая связана со здоровьем. Когда мне было 7 лет, моя мама заболела раком, вот, и моей маме ещё не было 30 лет тогда. У меня есть ещё родной брат, который у меня на 5 лет младше. Моему брату было тогда 2 года, и после онкологии моя мама, ну, не смогла больше иметь детей, потому что есть большая вероятность того, что родится ребёнок, и через какое-то время он заболеет раком, и, ну, короче, это очень всё тяжело. Вот, особенно протекает у детей. И, ну, плюс маме после операции... Мама была очень серьёзная операция, нужно было, ну, восстанавливаться. Мама как бы не... Ну, как вам объяснить? В общем, ну, папа очень сильно любит маму, и рисковать ей он не хочет, он ей очень сильно дорожит, вот, прям, знаете, как какой-то цветок... Вот он прям готов вокруг неё, с неё пылинки сдувать, вот он сделал всё, чтобы она была счастлива, чтобы она жила, и для него это, ну, просто цель номер один, вот. И поэтому, в общем, мама не смогла больше иметь детей. И так как, в общем, моя прабабушка тоже... Моя прабабушка, она умерла от рака, вот, у моей мамы был рак. Потом по папиной линии у папиных родителей у нас дедушка, когда мне было 16 лет, умер от рака. И потом у нас ушла бабушка тоже от рака. И если у тебя в семье, вот, кто-то болел онкозаболеваниями, там у тебя вероятность заболеть, чем у обычного человека, на 75% больше. А так как моя мама заболела очень... Ну, я считаю, что рано, ей ещё не было 30 лет, да, вот, то я очень сильно переживала по этому поводу, потому что я всегда знала, что я хочу большую семью, хочу, чтобы вокруг меня бегали дети, я хочу что-то после себя оставить, и оставить хочу своих детей. Просто я всегда вот знала, с 12 лет чётко знала, наверное, что если вот я сяду, да, там через какой-то промежуток времени, где там лет в 40-50, и вот подумаю, что вот после себя я оставлюсь, там останутся мои дети, и я буду безумно счастлива. Ну, знать, что после меня остались мои дети. Такой, вот. А если я проживу вот эту жизнь и буду там, ну, вот, в 40-50 лет сяду и буду понимать, что я одна, и у меня нет детей, но зато там у меня есть карьера или ещё что-то, как бы я буду от этого несчастна. И вот, и так как моя мама заболела рано, я понимала, что большую семью надо постараться сделать до 30 лет. Плюс в 12 лет у меня произошёл за лето скачок роста. Я за лето, по-моему, выросла на 12 сантиметров и резко согнулась. У меня начались проблемы со спиной. И в тот момент я тогда начиталась очень много информации о том, что если вот у тебя какие-то есть проблемы, просто нас некоторые врачи пугали даже, что мне надо делать операцию. То вообще, если есть у тебя проблемы, вот такие, как у меня, то есть вероятность того, что беременность вся твоя пройдёт лёжа, потому что ты просто не сможешь ходить. И вот всё, в общем, вот это вот, знаете, скопилось. И я поняла, что для меня ничего нет важнее семьи, для меня семья на первом месте. И мне очень повезло, что встретила вот такого человека, моего мужа, который смотрит со мной в одну сторону, который меня поддерживает абсолютно во всех отношениях в этом плане. И он тоже этого хочет. Вот. В общем, это такая тема по здоровью. А второе, это я... То, что я росла в любви. Я считаю, что мне очень повезло родиться в такой семье. Я была первой именно внучкой у своих бабушек и дедушек. И меня очень сильно любили, в меня много вкладывали. И родители, и бабушки, и дедушки. Вот. А когда заболела мама, я вот этот период, я помню, знаете, потому что я была ребёнком, я счастлива была. Потому что меня постоянно то одним родственником, то другим отправляли. Мне те подарки купят, те меня на тракцион. Вот. Мне было очень хорошо. Но я помню, что мы ходили в больницу, мама лежала. Вот. И, значит, после болезни, это мне уже сейчас мама рассказывала, мама решила, что... Она не знала, сколько ей осталось жить. Потом мне через какое-то время, когда я уже была взрослая, мне папа и мама кто-то сказал, что после операции к папе подошёл врач и сказал, что моей маме осталось жить пять лет. И мама тогда всю себя решила вложить в моего брата. Вот. Максимально, чтобы вот он... Мама говорит, мне ничего не важно, мне важно... Ну, вот мама тоже такая, как я, что ей важна семья. Вот. И она решила всю себя вложить в брата. А так как мы жили с бабушкой, с дедушкой в одном доме, я росла с бабушкой. Много времени с ней проводила. И для меня бабушка заменила мне всех подружек, всё окружение. Мы с ней были... Бабушками все время говорят, ты моя лучшая подружка. Они меня... Я для них была самый идеальный человек на свете для бабушки, для дедушки, для своих. Вот. У меня с самооценкой никогда проблем не было благодаря им. Так. Сынок там плачет. Я росла просто в такой любви благодаря своим бабушке и дедушке. И я была очень домашним ребёнком. Вот. У меня была в школе одна подружка, с которой мы сходили вместе гулять. По-моему, один раз она меня еле-еле вытащила к себе на ночёвку. Я её всегда к себе звала. И, знаете, я прям такая была домоседка-домоседка. Я и сейчас такая. Я очень люблю время проводить дома. Не люблю никуда ходить. Дома мне очень нравится. Особенно, если дома порядок. Вот. И это вот, знаете, в 12 лет моя мама пошла в благотворительный фонд, который помогал детям с диагнозом онкология. И моя мама стала разговаривать про свою болезнь. Я много чего узнала. И вот тогда я узнала, что если у тебя кто-то из родственников болел, у тебя тоже большая вероятность заболеть. Я очень много на эту тему информации изучила. И поняла, ну, как-то вот всё сошлось. Я поняла, что я хочу стать мамой в 18 лет. У меня прям вот, знаете, была чёткая картинка, какой будет мой муж, какие будут мои дети. Я вот прям вот это видела. Мне папа всегда говорил, кем ты там хоть хочешь быть, куда пойдёшь учиться. Мы всё время с папой на эти темы разговаривали, пытались понять. Я говорю, папа, мне всё равно. Я всегда только одно, что я хочу быть мамой. Я всегда об этом говорю родителям, бабушке с дедушкой. Мне всегда говорят, ну, подожди, подожди, успеешь. Я говорю, нет, я хочу стать в 18 лет, мама. Я всегда на это делала акцент. Вот. И сейчас пытаюсь мысли в кучу собрать. И, в общем, мама вот пошла в благотворительный фонд. Мама не смогла, поняла там, вот, где-то мне было лет 10-12, что она работать уже не может чисто физически. Она уволилась с работы. Она стала проводить больше времени с нами, дома. И пошла волонтёром в благотворительный фонд, помогать мамам, у тех, у кого дети болеют, онкология. Она отучилась на массаж лица и ходила, делала мамочка в массаж, общалась с мамочками. В общем, и вот так вот у неё всё закрутилось, завертелось. И, в общем, я стала эту тему изучать. И через фонд проходило много деток больных. И я знала их историю. В общем, я всё это знала. И просто я с каждым днём понимала всё больше, что я хочу стать мамой в 18 лет. И потом в 16 лет я встретила своего мужа. И в это время у меня заболевает дедушка. Причём у меня у дедушки было два инфаркта и два инсульта. И всё, ему сказали, что типа он будет овощем, но он восстановился. И я вот это вот, я это тоже смутно всё помню. Это вот всё с рассказом моих родителей. Потому что для меня всегда дедушка с бабушкой, это были праздник. Они меня любили, они меня оберегали. Мне, я никогда не убиралась, никогда не готовила. Я ничего, я жила как принцесса, знаете. Бабушка с дедушкой вокруг меня бегали. Я очень любила летом с ними на даче жить, с бабушкой ходить, всякие передачи про здоровье смотреть. Мне очень нравилось с бабушкой везде быть. Вот, мне хлебом не корми. Мне не нравилось общаться со своими сверстниками. Мне нравилось с моей бабушкой. И бабушка всегда говорила, мы с тобой две подружки, мы с тобой две подружки. Вот, значит, в 16 лет у меня заболел дедушка. Он очень, ну, когда он у нас летом, мы узнали, что он болеет, а ушёл он у нас в январе. Ну, и как бы, понятно, что это, для кого-то это недолго, но по сравнению с бабушкой, как бабушка уходила, это долго. Уходил дедушка, я очень переживала, и я до последнего не верила, что он уйдёт. Я помню, я в Новый год сидела, у него уже пошли метастазы в руку. У него не двигал, он рукой плохо двигал. Я сидела, мы делали массаж, и говорю, дедушка, ты, типа, сильный. Сейчас мы вот Рождество отпразднуем, этот год високосный закончится, всё будет отлично, ты пойдёшь на поправку, а дедушка уже лысый. Он уже, он перед нами сидел и извинялся за то, что вот он в таком состоянии. Но это очень тяжело было, вот. И, значит, уходит у нас дедушка. Я вот с ним росла всё время, вот с дедушкой, с бабушкой под их крылышком. Меня дедушка на все тренировки, везде водил. Они в меня столько всего вложили, я была с ними ближе, чем с родителями, потому что мама, она как бы больше была привязана к моему брату. Вот, хотя и ко мне тоже. Я маму очень сильно люблю, и она всегда всё обо мне знала, но бабушка всё узнавала первой. Вот, и, значит, дедушка у нас ушёл, и был такой сложный период в нашей жизни. Родители, знаете, каждый переживает это горе по-своему, родители как бы переживали это всё в себе, пытаешься с ними о чём-то поговорить, они как-то стараются отойти от этой темы, хотя мы всегда обо всём в открытую общаемся. Вот, и с бабушкой тоже, бабушке придёшь, если ты с ней начинаешь обсуждать что-то про дедушку, бабушка сидит плачет, я понимала, что тут не надо вот об этом разговаривать. И я как-то всё рассказывала вот своему мужу, меня муж в тот момент очень, ну, как бы он выслушивал, это единственное, что мне тогда надо было. И я уже говорила, что тогда был очень сложный период в моей жизни. Вот, и тогда у меня просто поехала крыша на теме онкологии, я там могла, если я вот в интернете видела, что от рака спасают брокколи, я была готова питаться только этим брокколи. И вот всё вот в этом духе. И я точно тогда, всё, я вот 18 лет беремененею, вот хоть ты тресни. Но мне повезло, у меня муж, он с 16 лет работает, я как бы понимала, что всё у нас будет замечательно в этом плане финансовом и во всём. Вот, мы потихоньку, но справимся. И потом, значит, я всегда знала, что будут погодки, я не знаю почему, я просто, вот смотрите, я росла одна, я росла такой, в детстве немножко была такая эгоистка. У меня брат появился только через 5 лет, и я не хотела, чтобы мой ребёнок был таким же, как бы скажем так, эгоистом, и я поэтому хотела погодок, вот, всегда. Я просто смотрела на тех, у кого один ребёнок, или у кого один, ну вот он как бы старше, разница большая с маленькими, они такие, знаете, немножко, ну как бы немножко эгоисты. Вот, я этого безумно не хотела, и я как бы всегда мужу говорю, что погодки, погодки. Вот, и, ну вот так и получилось у нас. Родился Костик, через 2 года и 2 недели ровно родилась у нас Ия, и ко всем беременностям я готовилась, и муж готовился первым двум. Вот, а к третьей беременности у нас получилось так внезапно. Ну, я всё равно вот счастлива, что у нас родился Елисей, наш третий малыш, потому что вот без него, знаете, как будто что-то не хватало. Вот он родился, и прям вот, знаете, всё у нас отлично. Конечно, сложно бывает с тремя детьми, но нам очень сильно помогают родители. Вот. Ну, и знаете, что ещё я хотела бы рассказать? Я с 1 по 10 класс, в 10 классе перевелась в другую школу, и там с мужем познакомилась. Я училась в одной школе, в которой тогда, ну, как мне мама сказала потом, что, когда, как потом мама узнала, что туда набирали разных детей, и много было там из неблагополучных семей. Вот. У нас просто, когда вот начался этот переходный, вот, возраст у мальчиков, там, 12-14 лет, у моих одноклассников начались сильные проблемы с алкоголем. Я всё это видела. К нам постоянно приходила полиция, проводила нам вот эти вот уроки, рассказывала о вреде сигарет, алкоголя. Я понимала, что вот я такой жизни не хочу. Я вот не... Знаете, много кто там говорит, вот, типа, не нагулялась, ещё такое. Мне вот этого вообще ничего не надо было никогда. И я вот никогда до сих пор, уже сколько, прошло 5 лет, да, с 18, я ни разу не пожалела о том, что вот я выбрала такой путь, выбрала путь мамы не гулять где-то там, а вот быть всю свою энергию, все свои силы вкладывать в дом, в семью, в быт, в мужа. Вот. Всё, у меня там малыш плачет, побежал вообще. Успокоила немножко Елисейку. У меня такие щёки красные, потому что с улицы мы пришли. Он там играет. Я немножко ещё расскажу. Я вот всегда представляла себя мамой, всегда. Вот лет, знаете, с 12 я прям чётко понимала. Я каждый вечер ложилась спать. И вот знаете, это как визуализация работала. Я представляла своего мужа, своих детей. Всё вот это. Вот. И я всегда чётко знала, что вот двое детей минимум, это точно, но я всегда хотела четверых. Не знаю почему. Я всегда знала, что я вот сейчас рожу двоих, и потом там лет через пять ещё двоих. Вот. И это когда мы с мужем встретились, я ему сказала, он сказал, что он тоже такое хочет. Я думаю, всё, это мой человек. В общем, я резюмирую, да, чтобы вы понимали. Первая причина — это вот связанная со здоровьем, с онкологией, со спиной. А второе — это то, что вот я росла в такой любви. Росла... У меня много братьев, сестёр, которые ещё маленькие, которые ещё ходят в школу. Кто-то пошёл только в первый класс. У меня есть один брат, который даже не ходит в сад ещё. Который возраст, так как мои дети есть. Вот. И я самая старшая. Я всегда у меня на дачу, в деревню к родителям моей мамы, к бабушке, дедушке. Они живут в деревне. Я к ним приезжала. Я там была всегда самая старшая. Я всегда всеми там занималась. Мы там во что-то играли постоянно. Мне это безумно нравилось. Это вот единственное, что мне нравилось всегда. И мне моя мама говорила всегда, «Наташа, тебе надо быть воспитателем или учителем». А я не хотела заниматься чужими детьми. Я хотела заниматься своими детьми. И то, что вот сейчас происходит со мной, это вот я просто намечтала. С 12 лет я визуализировала. И именно это хотела. И я так счастлива, что вот сейчас я имею то, что имею. То, что у меня есть, это такое счастье. Вот каждое утро просыпать. Да, это сложно. Но ты каждое утро просыпаешься, у тебя будут твои дети. Ты с ними спишь. Они тебя обнимают, целуют. Конечно, у меня сейчас старший сын стал обзываться. И там, ну, ещё что-то он может сделать. Но это всё-таки мелочи. Зато я всегда мечтала быть, чтобы мы с мужем были молодыми родителями. У меня мои родители рано стали бабушками, дедушками. Моей маме сейчас с папой 46 лет. Вот. Стали они бабушкой с дедушкой 42 года. И детям очень нравится. И родители мужа. И они тоже рано стали бабушкой, дедушкой. И когда мы с мужем познакомились, и он познакомил меня с моими родителями, первое, что, наверное, там сразу мы как-то поняли друг друга, что как бы я хотела детей, они хотели внуков. И, ну, мама мужа всегда. И папа тоже поддерживали. Мне очень повезло с семьёй. Я просто каждый день готова за это Бога благодарить, за то, что мне послал вот такую семью, таких родителей. Я иногда мужу говорю, что я женилась, и я выбирала не тебя, а твоих родителей. Вот. В общем, вот так вот. В общем, без... Я бы не знаю, вот как бы я решилась на второго ребёнка, на третий, да, у нас сам с собой как-то получился, вот, без помощи родителей, потому что я училась, у меня были сессии, и как бы, как бы, как бы, плюс мы жили одно время, там, 18-19 лет, мы жили много за границей, я приезжала сюда на сессию, потом уезжала, вот, и как бы я справилась без помощи родителей. У меня тогда ещё была жива бабушка, мы с ней жили в соседних домах. Как бы я без их помощи справилась, я, честно говоря, не знаю. Но вот я сейчас оборачиваюсь назад, у меня сейчас есть высшее образование, у меня есть трое детей, и моя мама спокойно спит, потому что знает, что у меня есть высшее образование, и она мне всегда говорит, что, Наташа, вот какая ты молодец, что ты вот выбрала себе именно такой путь, что у тебя там детки уже есть, это так классно, так здорово, и я сама от этого безумно кайфую. Я понимаю, что у каждого свой путь, кому-то нужно нагуляться, ещё что-то, но мне это всё было не нужно, я всегда это знала, и моему мужу тоже, как оказалось, потому что он тоже домосед, его никуда не вытащить, он, вот, знаете, сидит, детьми обложится, и сидит довольный, что это все его дети, он ими очень любит заниматься, он их в сад возит, на тренировки, он любит с ними проводить время, поэтому, вот, знаете, у меня вот так всё сложилось, и я этому безумно счастлива, вот честное слово, что вот всё у нас вот так получилось. Конечно, период тогда был в 16 лет сложный, когда уходили бабушка с дедушкой, я долго, вот, я об этом обычно рассказывала, я долго это всё внутри себя переживала, я разговаривала и плакала, мне, причём, когда я думала, что у меня очень сильная связь с дедушкой, оказалось, что у меня очень сильная связь с бабушкой, потому что, когда ушла бабушка, это первые полгода было просто невозможно, мне постоянно снились ужасы, у меня такого никогда не было, я просыпалась, я во сне плакала, мы ещё жили с мужем не в России, я вот бабушку мы похоронили, я улетела, и муж рядом со мной был, я ночью просыпалась, плакала, я вся мокрая была, очень тяжело было вообще, дедушку как-то, вот знаете, мне приснилась сон, и мне дедушка как-то вот, я его отпустила, а бабушку я до сих пор, наверное, не могу отпустить, потому что бабушка, это вот такая частичка меня, и знаете, вот я отражение своей бабушки вижу в своём муже, в его заботе, в его тепле, конечно, не так, как в моей бабушке, но не знаю почему, но мне кажется, что они вот очень похожи, а отражение своего дедушки, я вижу, часто обращаю на это внимание, что я вижу в папе мужа, вот, он немножко не похожи, не знаю, мне так просто кажется, я вот видела дедушку с такой стороны, и с такой же стороны, я вижу папу мужа, может быть, мой папа с этим не согласится, ну, не знаю, вот, в общем, вот поделилась с вами своей историей, девчонки, спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели это видео, если вам было интересно, просто написали комментарий, я решила вынести в отдельный ролик, что кому интересно, тот посмотрит, спасибо.